что всем привет всем привет меня зовут медовый макс и сегодня я буду вот эту прекрасную модель дополнять образ при помощи вот этих вот обычных цепей это на самом деле самый часто задаваемый вопрос на что я клею как я все это делаю и где я это беру и как вы видите что цепочки это просто обычная бижутерия причем я стараюсь брать максимально дешевую максимально простую потому что она очень легкая и при этом максимально блестящая прежде чем мы начнем я обычно прикладываю и смотрю просто как это все работает на лице и в принципе какой рисунок я хочу сегодня создать но так как у нас есть вот здесь вот ответвление такое макияжа то скорее всего я буду начинать это отсюда прикладываем и замеряем сколько нам необходимо самой цепочки теперь мы берем клей у меня это профессиональный клей делаем две точки там где у нас цепочка начинается и там где она у нас будет заканчиваться промазываем и даем немножко времени схватиться нашему клею конечно лучше это делать при помощи пинцета но батя сегодня забыл пинцет поэтому я буду делать это при помощи вот такой вот заколки и начинаем приклеивать и то же самое повторяем со вторым глазом замеряем тот же самый размер чтобы естественно все у нас было пропорционально также ставим точку здесь и точку здесь немножко ждем для чего я жду время чтобы клей был более клейки если мы сейчас начнем сразу клеить то он не будет так схватываться как он схватывается спустя какое-то время так гораздо проще и легче работать именно с такими элементами в макияже и не забываем отходить от модели и смотреть насколько у нас все ровно и гармонично смотрится на лице вот допустим вот эту часть я бы чуть-чуть приподнял бы здесь вы все делаете на свой вкус так как вы видите но я всегда стараюсь движение цепочек уводить чтобы оно заканчивалось примерно вот здесь вот то есть не уводить как-то сюда а именно вот где-то вот здесь вот тогда за счет этого лицо еще более вытянутая кажется и более такое интересное это мы будем делать целиком делаем первую точку вторую и третью то есть здесь у нас все цепочки будут соединяться где-то вот здесь вот замеряем середину она у нас вот здесь вот отступаем и начинаем с центра прикладываем прикладываем придерживаем чтобы она никуда не выскочила и соединяем раз расправляем чтобы естественно еще и узор в нашей цепочке был красивый не переплетен здесь уже можно чуть-чуть поправить потому что клей еще не схватился он более эластичный вот в принципе на этом можно было бы остановиться но я конечно же не буду останавливаться сейчас я буду прикладывать и смотреть и думать как сделать еще интереснее все это просто вкусовщина вы можете делать это абсолютно как угодно единственное когда вы клеите на определенные точки учтите что допустим вот в этой зоне я бы не рекомендовал что-то клеить если у вас модель идет куда-то на вечеринку то есть если это потесессия какая-то съемка то здесь гораздо проще потому что она будет более статичной на вечеринке я допустим вот стараюсь вот эту зону вообще не трогать потому что по мимике это одна из самых активных зон и здесь велика вероятность того что это все просто отклеится также замеряем наносим раз и наносим два вот эти торчащие мы можем тоже сейчас уже приклеить пока не Продолжение следует... Вот я вижу, что вот здесь вот она больше завалена, поэтому мы опять чуть-чуть подтягиваем, пока наш клей еще не схватился. У нас, в принципе, есть время с ним взаимодействовать и корректировать наш рисунок. Также проходимся здесь. И вот, кстати, часто такое бывает, что если вы заметили, у меня с этой стороны одна отклеивалась, и она вот здесь вот просто повисла, и я это увидел, заметил и подметил, что это будет красиво смотреться, поэтому сейчас я вот отсюда буду замерять, до какой степени мне ее сделать именно висящей. Здесь мы уже будем соединять вот эти три элемента, повернись, вот эти три цепочки мы будем соединять в одну, вот так. И так как она у нас будет больше в движении, поэтому я промазываю большую площадь, чтобы она схватилась более плотно. Так, сейчас он немножко схватится. Вот про что я и говорил, что лучше подождать немножко, когда он начнет схватываться. Тогда работать гораздо-гораздо удобнее. Для симметрии меряем. И здесь также промазываем и ведем вниз. Так же ждем. Так как здесь его гораздо больше, то нужно немножко больше времени, чтобы он не подсох. И теперь пробуем, прикладываем и фиксируем. Вот, как видите, подождали время, он начал схватываться, и здесь уже без проблем, он приклеился с первого раза. Повернись. Ну, и этого мне мало. Мы будем продолжать нашу тенденцию и, так сказать, наших веселек. Допустим, я хочу сделать вот здесь. И сразу промажусь здесь же. Пока клей схватывается, мы замеряем две одинаковых. Лучше это, конечно же, делать пинцетом. Здесь я их соединяю, как будто вот эта цепочка у нас идет от этой. Также отходим, смотрим, насколько лицо наше заиграло, как оно изменилось, и что нужно добавить, что нужно убрать. Допустим, мне сейчас не нравится, что вот эта вот часть получается более выпирающей из-за того, что мы подчеркнули ее цепочками. Соответственно, здесь у нас вариант также добавить цепи. И за счет этого у нас вот эта вот часть опять-таки сузится. То есть здесь реально самое главное – видеть всю картинку целиком и понимать, как работает объем. Ну и не забывайте делать это более-менее симметрично. Так, спасибо. 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 whatever. Спасибо. Спасибо. здесь уже стараемся чтобы это было прямо по центру и как я и говорил я люблю соединять это все где-то здесь поэтому сейчас я буду смотреть какая из цепей нам подходит больше здесь я буду использовать клей для ресниц просто потому что он более силиконовый так как мы работаем с волосами он потом спокойно сойдет зная по своим волосам это будет не больно просто застынет как такая пленка здесь сейчас нужно зажать волосы и дать также клею схватиться можете взять вентилятор можете взять фен с феном это гораздо быстрее гораздо удобнее мне сейчас нужна твоя помощь прикладываем и мы ведем это вот к этой точке закреплять мы будем это где-то вот здесь даже чуть-чуть подальше клей мы не жалеем не боимся волосы модели мы тоже не жалеем хотела бритые виски также даем волосам склеится так держи держи Продолжение следует... Если у вас сразу все не идет, это абсолютно нормально. Мы отпускаем, даем подсохнуть клею. Потому что бывает, что не все с первого раза приклеивается, и это тоже норма. Ну и сразу мы сделаем точку вот здесь. Вот здесь уже у нас подсохло. Вот, все. Оно схватывается моментально. То есть главное не спешить. Спасибо. Всегда не забываем, что нужно отходить. Если вы делаете это на себе, отводите зеркало. Смотрите всегда под разным светом, под разным освещением и под разным углом. Ну и этого у меня мало. Поэтому мы сделаем еще вот так. Также добавляем клей. Здесь уже можно поменьше, так как у цепочки гораздо меньше звенья. Добавляем сюда. Прикладываем. Пачкаем звенья в клее и можем снять, подождать, когда клей у нас опять высохнет. И так же. Также не забываем, что нам нужно здесь тоже промазать, потому что наша модель может встать, пойти. И для лучшей фиксации промазываем по волосам. Здесь мы не касаемся корней. Нам главное сделать сцепку с этой поверхностью. Здесь они уже будут сами фиксироваться, потому что они лежат на своих местах и, в принципе, никуда пока не денутся. И для лучшей фиксации промазываем по волосам. Чуть я хочу изменить форму, чтобы все-таки вытяжка шла вот в таком вот направлении. Спасибо. 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 Мне хочется как-то соединить вот этот элемент, продублировав, как-то сделать это здесь. Также все прикладываю, отхожу, смотрю, будет ли это смотреться или нет. Так, возможно, я его даже чуть пониже. Да, и у нас получается, что вот этот у нас соединяется с этим, но в то же время вот с этой линией. На коржу я наношу тот клей. Промазываем. Прикладываем. И даем такую небольшую натяжку, чтобы это все не висело, не болталось, и видно было, что это все в напряжении. Так, собственно, сейчас и я. И то же самое, клей. В конце обязательно проходимся все и хорошенечко уже приминаем, то есть фиксируем все наши элементы, чтобы они никуда не убежали, никуда не делись. И чтобы вы понимали, это у нас всегда уже самый финальный штрих, потому что здесь сверху я уже не могу нанести ни пудру, ни фиксатор, ничего. То есть максимум вы можете оставить губы нетронутыми, да, и как-то доделать, докрасить их уже потом. Но вообще я рекомендую вот эти все элементы уже делать в самом-самом конце, чтобы, во-первых, их не пачкать, чтобы они вот так же блестели идеально и красиво. И чтобы вы уже видели все лицо и видели весь рисунок, как он у вас складывается. Ну, а у меня, собственно, и все. Вот такой образ у нас получился. Вот так вот классно мы сделали апгрейд. Это, как видите, при помощи простого клея. Если интересно, какой клей, посмотрите у меня потом в Инстаграме. И при помощи обычной бижутерии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!